здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики с вами снова компания кровмонтаж и я мороз алексей наш объект расположен в городе подольске человек приобрел этот дом и когда включил тепло внутри обнаружил наличие конденсатор некоторое время назад мы приезжали на этот объект с диагностикой куча проблем и ошибок допущенные строителями по устройству мансардной кровли технология была нарушена наш заказчик это понял когда подключил сюда тепло конденсат тек по всем стенам намок весь утеплитель и были запревшие доски заказчик потратила приличную сумму денег на обустройство кровли включил тепло и ужаснулся когда наша компания взялась за работы первым делом мы начали внутренние работы по замене пароизоляции использовали мы в своей работе пароизоляцию зеркального типа дельта рефлекс плюс с возможностью проклейки стыков все стыки надежно проклеены а в местах сопряжения со стенами и фронтонами проклеивали специальным скотчем фольгированным дабы не проникало тепло под нашу пароизоляцию утеплитель мы используем на базальтовой основе лай бац року ранее было утепление в 150 миллиметров мы же утепляем в 200 с обязательной перекладкой стыков утеплителя в шахматном порядке чтобы не образовывались мостики холода а сейчас я вам покажу обустройство утепления холодного чердака который здесь имеется давайте поднимемся наверх наша мансардная кровля имеет еще холодный чердак потолок имеет тоже ширину около 300 миллиметров и если снизу пароизоляцию проклеить то остается вот этот участок как бы не утепленный и здесь может теряться тепло уходить и образовываться конденсат мы разбирали часть утепленного пола и точно также пароизоляцию проводили она как бы пронизывает наш пол и идет до самого конька утепленная мансарда и потом возвращали обратно утепление фанеру на место обязательно нужно уделять внимание монтажу пароизоляции и утеплителя где сопрягаются плоскости конструкции пароизоляция идет до самой коньковой балки и проклеена битумным фольгированным скотчем с двух сторон василий нужно обязательно проконтролируй видишь разрывы где нас на балках на стропильных тоже обязательно все нужно проклеить вот этим вот эти места обязательно я это проверю это пристройка веран холодное помещение пока наш клиент планирует провести туда отопление и потолок вот этот он разберется временем это помещение тоже окажется мансардного типа поэтому в этом участке мы аналогичным способом производили монтаж пароизоляции и утепление данного участка кровли так как дом строился где-то 8 лет назад он был покрыт черепицей с покрытием пластизол это пластиковое напыление металла и лет 15 назад я помню широко маркетологи рекламировали данную металлочерепицу этот материал по стоимости был на порядок дороже но металлочерепицу с пластиковым напылением уже я не знаю как минимум лет пять-шесть сняли с производства пластизол теряет свой насыщенный цвет со временем и я видел дома которые вообще уже металлочерепица местами побелела я взял для примера покрытие пурал и видите делаю же такие движения и буквально снимали покрытие до оцинкованного металла а пластизол да в этом в этом соотношении он прекрасно себя показал но теряет цвет так что производители я думаю не зря сняли эту металлочерепицу с производства учитывая все гарантийные случаи а уважаемые маркетологам нельзя доверять на все сто процентов весь пиломатериал надо обязательно антисептировать как известно мансардная кровля в продых кровли все таки там присутствует влага от влаги появляется грибок на пиломатериале кривесина медленно начинает разлагаться от грибка я вам скажу избавиться очень сложно а теперь поднимемся на саму крышу как дела ребят появилась уже у нас мембрана дельта вент n плюс стык проклеен по капельнику конденсата намонтирован контрабрешетка брусок 5 на 5 для продыха и здесь будет проходить вентиляция кровли сюда будет попадать воздух на карнизе в пяти сантиметровый зазор и вытягиваться на коньке я попросил на 10 сантиметров увеличить кровлю во все стороны вот граница старой кровли на 10 сантиметров как и просили мы увеличили обратили мы внимание когда разбирали короб подшивки что практически отсутствует лобовая доска так как здесь близко окна мы не можем опускать подшивку свесов очень низко это будет проем окон под самым свесом крыше ну по карнизу понятно здесь проще сама обрешетка является выпуском мы задавали выпуск 600 миллиметров вот вижу стропильная балка проклеена скотчем значит ребята хорошо заизолировали изнутри эта крыша было визуально видно центр сильно завален нам надо по шнурке и и выровнять осложняется это тем что идет снег и кровлю делать надо частями но это нам по силам еще одной задачей нашей компании является утепление кровли 200 миллиметров с перекладкой мостика холода сейчас я объясню что это вот старый участок мы разбираем здесь утеплено стропильное пространство в 150 миллиметров нам же нужно утеплить в 200 как это сделать мы наращиваем бруском поперек шириной 58 сантиметров утеплитель имеет размер 600 он с натягом входил в это место это дополнительное утепление раз а второй наимене важный момент это перекладка мостика холода так как по стыку стропил уложен утеплитель все-таки тепло может подниматься в этих местах а этот верхний 5 сантиметровый слой он перекладывает эти стыки стропилы утеплителя этот способ перекладки минимизирует теплопотери я вам покажу в разрезе старый участок кровли да мы посмотрим на ошибки сделаны другими людьми стропильная часть утепление было у них 150 до здесь зазор для продыха между утеплениями доской но далее идет смотрите забита сплошная обрешетка это не дает дышать нашему утеплителю потом вся эта часть сплошная обрешетка была намонтирована пароизоляция ютофол аж 96 она не предназначена это не мембрана она не дышит забиты были бруски для продыха якобы до этого даже не доходит воздух не может пройти эти барьеры сплошную обрешетку и пароизоляцию которая блокирует его внутри утеплителя продых в брусках был недейственным и поэтому образовывался конденсат внутри помещений когда температура воздуха на улице повышалась до нуля все это таяла и протекала внутри помещения грубейшее нарушение технологии бруски для контробрешетки выполнены из березы данный тип пиломатериала для кровли не подходит потому что она наиболее подвержена грибковому образованию береза неустойчива к влаге и со временем покрывается грибком и разрушается виниловая вагонка подшивка а-ля 90-х был популярный материал как только в россии появился софит виниловая вагонка ушла на второй план но и подшита на оригинально прям напрямую саморезами заменим здесь будет фризовая полоса виниловая вагонка забита здесь снизу здесь появится новый софит совсем другое дело разве это подшивка смотрите она сгибается как лист бумаги прощай в следующий раз на этом объекте мы будем рассказывать о монтаже металлочерепицы и доборных элементов и еще нам предстоит подшивка всех карнизов кровли которые мы нарастили до 600 миллиметров подшивку будем производить софитом бока будет у нас устроены фризовой полосой надеюсь наше видео было полезным для вас интересным с вами была компания кров монтаж и я мороз алексей до встречи на наших объектов пока